Здравствуйте! Сегодня рассмотрим тему, как удалить папку, которая не удаляется. И при удалении пишет, запросите разрешение от Trusted Instaer. В основном такие сообщения получаем при удалении системных файлов или папок. Тут необходимо быть внимательным, чтобы случайно не удалить необходимый файл или папку для полноценной работы программного обеспечения. Итак, всё по порядку и на примере, который я сейчас буду проделывать. Нажимаю на значок «Компьютер» и видим, что у меня здесь два жёстких диска. Один из них — SS-диск — это основной и системный, и три диска — это локальных. И на одном диске D у меня стоит программное обеспечение Windows 7, которым я пользовался до установки второго SS-диска. Вот и предстоит мне удалить все системные папки с этого диска, которые мне не нужны. На этом диске также находятся полезные для меня файлы и видео, поэтому их мне необходимо сохранить. Открываю этот диск D, и мне вот это обеспечение Windows необходимо удалить. Попробую эту папку удалить обычным способом. Нажимаю «Удалить» — да. На первый взгляд как бы идёт удаление. Но, увы. И вот видим, такое вышло сообщение. Запросите разрешение от Rusted-Extair на изменение этой папки. Но это бесполезно, поэтому будем искать другой выход. Вот. Закрываем это всё. И чтобы это исправить, нам необходимо стать владельцем этой папки. Нажимаем правой клавишей мышки «Свойства» выбираем. Заходит «Безопасность». Здесь опускаемся ниже «Дополнительно». Здесь нажимаем на «Владелец». И наблюдаем, что сейчас владельцем этой папки является Trusted-Extair. Нам необходимо изменить владельца этой папки. Нажимаем «Изменить» и выделяем «Пользователь». И ставим галочку «Заменить владельца под контейнеров и объектов». И нажимаем «Ок». Ещё раз жмём «Ок». Но это ещё не всё. Необходимо наделить нового владельца всеми полномочиями. Ещё раз нажимаем «Дополнительно». «Изменить разрешение». Ставим галочки здесь. «Добавить разрешение, наследуемое от родительских объектов». «Заменить все разрешения дочерного объекта на разрешение, наследуемое от этого объекта». Нажимаем «Добавить». «Дополнительно». «Поиск». Из всего полученного списка ищем себя. В данном случае это «Озер». Выделяем его. «Ок». Здесь должно быть прописано имя, которым мы хотим задать полномочия. «Ок». Задаем полный доступ. Ставим галочку. Ставим галочку «Применять эти разрешения объектам и контейнерам только внутри этого контейнера». «Ок». 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 «Да». «Идёт добавление разрешения, наследуемое от родительских объектов». «Ок». 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 Продолжение следует...